Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Напомню, что мы с вами продолжаем разбирать то обширное пополнение, которое пришло ко мне из города Санкт-Петербург. Начнем данное видео с такой вот австрийской монеты, достоинством в один грош. 1928 года выпуска данной монетки. Напомню, что когда-то я делал подробный обзор о монетах данного типа и не только. Так что кому интересно, оставлю ссылку в подсказке. Далее. Такая вот ирландская монета 1975 года выпуска. 10 пенсов достоинством с такой вот арфой на аверсе, являющейся национальным символом Ирландии и ее гербом. Надписи сделаны, напомню, таким шрифтом довольно интересным, который называется Клок Гэллах. Он специально разработан для гэльских языков. Ну, а на реверсе монеты изображен такой вот лосось. Напомню, что когда-то я также делал подробный обзор о монетах данного типа и не только, а также о децимализации ирландского фунта. Кому интересно, также ссылку оставлю в подсказке. Далее. Испанская монета достоинством в 50 песет 1990 года выпуска. Посвящена данная монета Экспо-92, проходившей в Севилье. Экспо-92 это некая выставка, темой которой была эпоха открытий. И посвящена она была в основном 500-летию открытия Америки Христофором Колумбом. Собственно, видим мы пейзаж города Севилья. Также напомню, что Севилья это город на юге Испании. Является данный город столицей автономного сообщества Андалусия. Вот как-то так. Далее. Также испанская монета достоинством также в 50 песет. С пейзажем Барселоны. Посвящена данная монета летним Олимпийским играм 1992 года, которые и проходили в Барселоне. Напомню, что Барселона это также город в Испании и столица автономной области Каталония. На версии монеты мы видим портрет испанского правившего в то время монарха Хуана Карлоса I. Напомню, что данный монарх правил Испанией с 1975 года, то есть с года смерти Каудильо Франсиско Франко, собственно, которым данный монарх и был назначен на свою должность. И по июнь 2014 года, когда данный монарх отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа. Собственно, скажу, что данный монарх и ныне здравствует. Ну и, наконец, такая вот итальянская монета с изображением итальянского монарха Виктора Эммануила III. Правил данный монарх Италией с 1900 по 1946 годы. Также стоит сказать, что данный монарх был известным коллекционером монет. Увлекался он нумизматикой. Довольно обширная коллекция монет осталась после его смерти у Савойского дома, которому данный монарх и принадлежал. Монета такая довольно простая, 1941 года выпуска, достоинством в 5 чинтезима. Также в правой нижней части мы можем увидеть число 19, записанное римскими цифрами. Напомню, что данное число является годом так называемой фашистской эры. Это летоисчисление, которое использовалось в фашистской Италии первым днем первого года данной эры. Является 29 октября 1922 года. Это дата, когда Бенито Муссолини был назначен премьер-министром Италии в ходе марша на Рим. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось. И было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok